Так, всем привет! Сегодня снарядим пулевые патрончики для вот такой вот насадочки Парадокс. Вот товарища спросил пострелять насадочку Парадокс. Длиной она вот 11 миллиметров. Ой, 11 сантиметров. И так, решил снарядить, просто попробовать пострелять, что за пуля, как летит. Ну и так просто любопытно. Снаряжать будем 3 пульки, 3 вида по 5 патронов. Вот такая вот первая. Это самодельная из пулелейки. У этого же товарища спросил пострелять. Такая вот пуля очень тяжёлая. Она без экспансивной пустоты. Вот такого плана. А вот эти вот две уже покупные. Как они называются, не знаю. Просто было написано Парадокс, 12к. И 35-ти граммовый пуль Гризли. Ей тоже постреляем. Ну и заодно протестируем. Сделал такую вот чашечку для пороха. Чтобы удобнее насыпать. А то где-то заметил. Люди, как бы говорят, очень удобно. Но стоит дорого. Вот. Решил сам сделать. Сейчас опробуем, как она работает. И вот такой вот дозаторик пороха. Как бы подачу пороха сделал. Сейчас всё это протестируем. Как это будет работать в деле. Так. Что скажу. Снаряжать будем на два пороха. То есть. Вот пулю Гризли. На 35 грамм мы насыпем 2,3 сокола. Как рекомендуется. На вот эту пулю. 19К условно её назовём. Просто так было написано, когда покупал производитель. Ну, уточню, кто производитель этой пули. На эту пулю мы навесочку прибавим. Сейчас про данное указание немножечко. Дальше. И вот самодельную пулю. Так как она весит очень тяжёлая. Там 47 грамм в ней. В этой пуле. Мы её снарядим на порохе. Порохе. Сунар 42 Магнум. Вот. Так как я что-то не хочу. Такую тяжёлую пулю на соколе. Вроде как бы для таких тяжестей. Тяжёлых снарядов. Медленная пороха рекомендуется. И о гильзах. Для пули Гризли. Для пули 12К парадокс. Ну, условно я её буду так дальше называть. Чтобы не путаться. Вот. Гильзы. В синюю мы зарядим гильзы. В синюю гильзу зарядим Гризли. То капсуль ЦХ-2000. Порох Сокол 2.3. В красную гильзу Азот зарядим. Вот эту вот. 12К пулю. Ну, просто пуля парадокс. Вот. Тоже капсуль ЦХ-2000. Но тут маленечко мы навесочку прибавим. Вот. И на Сунаре 42 Магнум мы зарядим вот такие вот гильзы. Сейчас. Отцовские. Старые. Им уже лет 20-30, наверное. Рекордовские гильзы. Вот с таким толстым пластиком. Подживело. Стрельным на живело. Как бы. Потому что ЦХ-2000 очень быстрые капсули. Для Сунара 42 Магнум. Медленных тысячу. ЦХ-1000 капсуля нету. Не достать. И Нобель Спорт там 686 что ли. Если не изменяет. Мне помню. Тоже медленный. Тоже таких нету. Будем. Так как снаряжение этих патронов. И вообще в применении. Я как бы. Да практически ничего не знаю. Так вот. Взял просто пострелять. Проверить. Больше для пострелушечек. Руководиться будем вот таким вот наставлением. Пулевые патроны к парадоксам. Это из журнала. Охота и охотничье хозяйство. Вот. Обложки нет. Просто она уже со времени утратилась. Вот редакция журнала охота и охотничье хозяйство. Выпуск этого журнала 1968 год. Девятый выпуск. Кому может интересно. Но я в интернете не нашел. Есть много журналов про... Ну в интернете можно в PDF скачать. А именно этот выпуск я почему-то не нашел. Может кто найдет там скажет где есть. Интересно будет. И что я здесь для себя выбрал. Итак сразу. Тут вот. Ну тут целая статья. Вот. От этих пулях кто как, где применялись. Как лить. Пулелейки. Вот виды пуль. Вот такая вот пулелейечка. Которую многие сейчас уже везде наверное на Ганзе именно. Ну примерно по этим чертежам все наверное делают. Ну кто-то может совершенствоваться. И что я тут возьму. Вот тут вот дана таблица весов пуль и зарядов пороха. Для различных калибров. И вот. Сейчас. Для вот тяжелой пули. Вот этой. Вот тут указано 12 калибр. Она 47 грамм. Как раз таки. Пули тут на черный дымный порох навеска. И на бездымный пороха. Так большим. Так. Вот так видно. Наибольше. Так. В общем. К навеске пороха рекомендуемые на банке. Прибавляем 10 от 10 до 15 процентов. То есть если на 40 грамм Сунара 42 Магнум положено. На этой банке. Блин не помню. Сколько тут. Фотик. А. 2,2. Ну 10 процентов. Прибавим. Это получается 2,4. Там с копеечками. Ну с копеечками это мы насыпем. Дальше. Про пули. 38 грамм. Тут сказано. Тоже такая же история. Вот эта вот пуля. 38 грамм. 37 лишь чем-то. Вот. Вот эта вот. И гризль 35 грамм. Ну на 35 грамм навешиваем пороха как положено. Сейчас приступим к... А. Что еще забыл сказать. Еще тут что интересно я нашел сейчас. Вот. Вот тут такая выписка. Вот написано. Независимо от того, применяют ли черный или бездымный порох, его следует отвешивать с точностью от 0,05 до 0,1. Волочный пыж под пулю. Следует выбирать одинаковой высоты из двух пыжей по 9 и 10 миллиметров. С общей высотой 18-20 миллиметров. Одинакового веса. Перед тем, как вставить пыж в гильзу, следует использовать... Следует... А. Размять пальцами. Блин, через этот фотоаппарат трясется все, не видно. Так. Где размять пальцами? На опорах нужно класть картонный пыж толщиной 2,5-3 миллиметра. На сокол сейчас будем вот такую прокладочку использовать. 2,5-2, чуть там у нас 2 с копейками миллиметра. А на сунар 42 магнум положим вот такой вот обтюратор. Это я срезал отдельно. Контейнер выкинул, обтюратор вот оставил. Так как сунар на картонной прокладке плохо горит, а обтюратор там никудышно, он плохо сгорает. Вот. Так, не, 2-3 миллиметра. Пуля опускает на вовлечную пыж и фиксирует специальной обжимкой. Если пуля не выступает за пределы гильзы, то её дуль можно обжать матрицей на прессе и звёздочка. В том случае патроны хорошо работают на самозарядных автоматических ружьях. Ну и каждую серию патронов можно, нужно отстреливать перед охотой. Вот. В общем, тут вот наставление, смысл в нём тот, что лучше использовать вовлечные пыжи. Вовлечные пыжи у меня только вот такие вот они где-то. Блин, сейчас я не знаю. Ну, по 5 миллиметров. Ну, одинаковые, ладно, хоть. Вот. Их будем использовать. И сейчас всё это мы дело зарядим. Так, начнём. Сейчас я переставлю маленечко под настроем и мы продолжим заряжать. Канал Хантерфишинг в Одноклассниках. Заходим в раздел видео. Пишем название канала. Смотрим видео, комментируем, делимся, оцениваем. И подписываемся на канал. Сейчас будем... Так, о пулях. Пуля сейчас вот взвешим. Так, видно, наверное... Вот, пуля Гризли. 35 грамм ульков. Так, вот эта вот пуля Парадокс. 38 грамм. На неё будем 10% сокола накидывать. Так, как написано в наставлении. И... Так, самодельная 47 грамм. Ещё раз проверяем таблицу, которая здесь вот есть. Так, так, вот. Для 46,5-52 грамма. Здесь от 10 до 15 грамм. Ой, процентов увеличения. Всё. Разобрались. Итак, сейчас мы сначала взвесим на Гризли. Уложим тарелочку. И всё. И начинаем вот таким вот макаром крутить. Порох сыплется. Сделал специально, чтобы вот он не как бы триклер там чуть-чуть подавал, а пошустрее, чтобы именно насыпать, а не добавлять триклером. Чтобы мне маленечко неудобно, чтобы тут и меркой сыпать, и досыпать. Решил попробовать сделать так. Ну, по тестю посмотрим, как себя проедет. Удобно, неудобно ли это. Ну, в общем, сделаю. Так, вот. Подкручиваем. 2,29. Всё. Так. Берём. Вставляем. И, опа, вообще они все удобны. Нули. Опять крутим. Кручу от пальца прям. Вот. Легко крутится. Удобно. Ну, мне уже нравится. Маленечко приловчиться, ещё привыкнуть. Может, чуть-чуть поддоработать. Но мне уже это нравится. Удобнее, чем по чуть-чуть, так сказать, трясти совочком. Медленно крут шоп. Медленно подаётся. Так, вторая гильза. Оп. Чётко. Ну, удобненько. Уж пока вот на тарелочке ещё вот сделал так, как бы. Ну, не знаю ещё, как мне удобно будет работать вообще с этой тарелочкой. Нужна ли она вообще. Может, просто сделаю под эту трубочку гильзу. Чтобы ставить сразу же, чтобы в гильзу время экономить. Ну, сделала тарелочку. Как бы сначала думал именно таким способом. Может, буду дальше и тарелочкой пользоваться. Ну, и штуку удобную уже насыпать. Хоп. Опрокинул. Теперь понятно, почему все гоняются за ней. Ищут постоянно. Как бы параметры я слышал это. Читал комменты люди, просили измерить, как бы сделать. Ну, вот я тоже заморочился и сделал себе такую вот тарелочку. Ну, да. Могу сказать, что вещь удобная и нужная. Но тоже, когда делал, естественно, с первого раза всё это получилось. Там методом проб и ошибок было такое. А так мне уже нравится. Сейчас сначала мы взвесим порох. Нужные навески. По всем гильзам. В этот дозатор, так скажем, пусть дозатор, триклеров там, не знаю. Сунар сыпать не буду. Навешаю отдельно, так как пересыпать это всё. Пробовал на сунаре, работает так же, как с соколом. Так что... Так, нули. Вот. Шустренько подаётся. Всё это. Чуть-чуть, что-то идёт здорово. Ну, тоже сейчас норовочку надо как-то это... Всё-таки первый раз я ещё заряжаю. Хоп, всё. Засыпаем. Опа. Всё готово. Так, сейчас. Итак, теперь навесим на пулю вот эту вот, парадокс, такую вот, такого плана. Она 38 грамм. И на неё тоже рекомендуется навесить, так, без дымного пороха, навесить на 10% больше указанной мерки на банке. То есть, если 10% от 2,3, это получается 0,23. Ну, 2,5 насыпем. Блин, многовато, наверное, 2,5. Но рекомендации есть рекомендации. Насыпем 2,5. Включаем весы. И погнали. Вторая Эль 2. Всё. 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 С portraiture. Субтитры сделал DimaTorzok И так Сейчас сыплем Сунара Дозатор убрал, не хочется просто порох пересыпать Насыплем так Прям вот из бутылочки потихонечку Вот сыпать буду Опа То есть Блин, это я, наверное, лишканул Сейчас мы все это делаем обратно Лишнее уберу 2.2 рекомендуется И вот 2.42 От этой партии Партия здесь сейчас скажу Забыл вот сказать Партия Сейчас разгляжу То есть 41 получается 41.15к До 2021 года Так, 10% 2.2 Ну да, 2.42 как раз получается Увеличенное Все сыплем На Сунар Мне кажется Еще проще Скатывается Чем Эй, занял Айдь Лишканул Так О, есть Высыпаем Так Так О, а О, а área Т Tusк Т Tusк Т Tusк Т Tusк Т Tusk Т Tusk Т Tusk Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня в насадке нету, вот у товарища взял пострелять А вот любопытно, как эта вся пуля будет летать Так, осталось у нас тут Сейчас Надо прокладочки добавить Так, сейчас вот Пока переставил Высоту подбирать Три пыжа Вот я сейчас так прикинул Ну, выходит так, что Только три единственные Волочные пыжи, которые есть у меня Сначала не думал, что вообще Буду на волочных пыжах именно Этот патрон собирать А потом журнал почитал Думал, ну ладно, соберу Посмотрим, в общем, какой Результат получится Просто Больше нечем О, как раз Притык Закроется все это Так как это уж не прям у нас Охотничий патрон будет Ну, я, по крайней мере, на охоте Не собираюсь Это использовать его А вот так пострелять Ради любопытства Да, можно Так как Интересно Ага, все Как это все дело полетит Но в прошлый раз Вот стрелял я Когда поле Мне как-то не понравилось Как прилетела Одна-то я так Была Она у меня Пробная Я вообще ее снаряжал Она как-то полубоком прилетела Плаха или там Фиг ее знает Как Не стал я ее доставать А я-то не знаю Как все полетят Ага Все четко Так Раз И два И три Блин, два пажа Не хватило Последний патрончик И будем все это дело Завездить сейчас Равномерно все это дается Такой больше Развлекательного плана Патрон В данном Ну в данном снаряжении Все Пять Пять по пять Везде Так вот Вот они Сейчас я Станок подвину И будем мы все это дело Звездить Начнем Не терпится Вот с этих Попробовать Как бы она Оп С рекордовских Подрезанных Как она Закроет Эй Что-то упало У меня там Опа Ну как Новый-то Сминает Но жесткий Пластик Здесь Так Замяло Что-то как-то Не понравилось Везде Эта матрица Толстый Ну ничего Так Попробовать Через закруточку Еще пропустить Посмотрим Что Получится Старый Ну в принципе Ничего не изменилось Но звезда Закрыта Аккуратненько Ну Пойдет Для выстрела Потому что Пуль еще Много торчит Как бы Может Высоковато Это все Дело Много торчит Много торчит Много торчит Клевц Много торчит Много торчит Много торчит Много торчит Много торчит Много торчит Кстати Вот Про Пули Вот эти Сейчас Достану Вот Некоторые Вот Заливают Доравнивают Их Вес До 40 Грамм Что Я забыл Сказать Вот Сейчас Только Вспомнил Почему Я не стал Делать Вроде Как Кто-то Делает заливать там парафином, воском, клеем каким-то, еще там чем-то. Не знаю, лучше или не лучше. Вот. И я не знаю. Решил сделать изначально вот большинство своих тестов. Я отталкиваюсь там от стрелы. Либо что-то проверить, либо от самого начала, потому что что-то придумывать, не зная, как... Точнее, как сказать это правильно, не зная то, что должно быть при определенных параметрах, так скажем, установленных инструкций, и не зная, что получится. Я всегда проверяю то, что должно быть как указано, как рекомендованно, и только потом уже можно что-то придумываться, каким-то там мнением прислушиваться. И поэтому я вот в эту пулю не стал заливать ничего, вес выравнивать. Посмотрим, как она будет так летать. И может в дальнейшем потом попробуем уже что-то там, я не знаю, заливать, выравнивать, добавлять, может там убавлять. Но для начала нужно проверить и посмотреть то, допустим, как указано, как рекомендует, как желтый, этот журнал. Издание очень, так скажем, серьезное, и все, так скажем, отец мой на этих журналах, все все они учили, и раньше у них интернета же не было. А сейчас, я так считаю, проще. А раньше все в книжках, все где-то как-то выписывали роспосыл торгель, как он там называется. И все это дело находили, передавали там, я не знаю, из поколения в поколение. Вот. Ну вот, все. Вот эти вот, так как пуля торчит, здоровски, видать, упирается прям вот в шалашку, в верхушку. Вот. Как-то не очень звезда получилась, а вот эти прям четкие. Ну вот, все снарядили, снарядили пять патрончиков на соколи по рекомендациям, и вот я на эту 35-граммовую сделал, как бы, как рекомендует, на банке. Так как вот еще раз тарелочка у меня падает. Ну, тарелочка себя очень хорошо показала, я доволен. Еще раз вот посмотрю, тут вот пуля с весом в 35 грамм не указана под парадокс. И вот именно по этой причине я не стал ничто добавлять, а вот именно как есть навеска на 35 грамм дроби, так я и прибавил. Вот. Ну, в общем-то, все. Все. Теперь будем стрелять. Сейчас выберемся, на улице более-менее тепло, только сырость, и поедем постреляем. На 50 метров опять будем стрелять. Вот. Все. Кому понравился, палец вверх, подписываемся на канал, пишите, что, может, кто-то больше знает в комментариях, будет интересно послушать про эту пулю. Ну, я снарядил то, что имел под рукой и руководствовался журналом охоты и охотничьих хозяйств 69-го года выпуска. 68-го года выпуска. Статейка, я не знаю, вот почему ей, потому что это я самые путные, так скажем, высказывания нашел о этих пулях. Оп. Ну, в общем, все. Телефон звонит. Все. Всем пока. Кому понравился, палец вверх, подписывайся на канал, вступаем в группу ВКонтакте и Водноклассник. Все. Удачи. Пока.